Как купить хороший холодильник и потратить мало? Можно ли уложиться, например, тысяч в 35? Окей, давайте узнаем, что нам предлагает М-Видео и выберем там 5 лучших недорогих холодильников. Некоторые думают, что российских холодильников уже совсем не осталось. Нет, это не так. И один из них попал в наш ТОП-5. Почему попал? Ну, во-первых, посмотрите, он смотрится вполне современно. Во-вторых, здесь Full No Frost. Ничего размораживать вручную не надо. Здесь есть многопоточное охлаждение. Температура распределяется равномерно. Освещение, посмотрите, здесь колонна в задней части холодильного отделения. Это светодиодное освещение. Светодиоды не нагревают воздух внутри холодильной камеры. Ну, и поэтому эффективность работы холодильника выше. Плюс они долговечнее обычных хлам. Что касается морозилки, ну, здесь классика жанра. Вот эти боксы, их сделали разного размера для хранения разных продуктов. Есть вот такой небольшой. Все это легко вынимается и легко устанавливается обратно. И здесь есть вот такой вот биг-бокс, большой контейнер для каких-то объемных продуктов. Некоторые думают, что на наши холодильники, ну, что там, только китайские компрессоры и ставят. Так вот, нет. Здесь европейский компрессор и высокий класс энергоэффективности. А, то есть, холодильник не будет тратить много электричества. Еще одна относительно недорогая, но продвинутая модель холодильника в нашем топе – это вот этот холодильник Beko. Он, кстати, тоже производится в России. Главная фишка здесь – это двухконтурное охлаждение. Холодильное отделение и морозильное отделение, ну, у них разные контуры охлаждения, и они, что называется, не пересекаются. То есть, запахи, например, из холодильного отделения, они в морозилку не попадают. И точно так же более холодный воздух, он не попадает в холодильное отделение, и, наоборот, более теплый в морозилку. Это служит более эффективному охлаждению и более качественному хранению продуктов. Ну, а в итоге это еще и экономичности холодильника помогает. Еще хочу рассказать вот об этом боксе для фруктов и овощей. Ну, на первый взгляд, тоже вполне обычный, но здесь есть специальное освещение. Это специально подобранный спектр, который продлевает срок хранения фруктов или овощей. Что до морозилки? Здесь ноу-фрост, ничего вручную размораживать не нужно. Есть выдвижные боксы, и вот приятно, что здесь куча разных мелочей. Есть, но это, правда, для яиц, насколько я понимаю, их, наверное, в морозилке не стоит хранить. Это вот контейнер для льда. И вот здесь еще есть специальный бокс для замораживания быстрого каких-нибудь продуктов. Ну, например, ягоды можно заморозить или так грибы порезать, заморозить. Это индезит, его высота 200 сантиметров. Он очень современно и круто выглядит внутри. И здесь ноу-фрост и в холодильном отделении, и в морозилке. То есть никакого ручного размораживания. Есть ящики классические для фруктов и овощей. И специальный бокс для хранения рыбы, мяса, охлажденного сыра. Или можно хранить также фрукты какие-то или зелень. Здесь можно изменять условия хранения. И сам этот бокс, его тоже можно переставлять в холодильник. В морозилке боксы, выдвижные ящики. Они разного объема, разных размеров для самых разных продуктов. И вот так все легко вынимается. Здесь по бокам есть ручки. Это мелочи. Но это мелочи, которые делают эксплуатацию холодильника очень удобной. А вот еще один вариант для большой семьи. Это холодильник Hot Point. Здесь тоже ноу-фрост и в холодильном и в морозильном отделении. Кстати, не верьте тем, кто говорит, что ноу-фрост это плохо для продуктов, что они заветриваются. Просто храните продукты правильно в специальных контейнерах или в заводской упаковке, и все будет нормально. Fresh Crisper Plus это специальное отделение для хранения фруктов. Здесь лучше сохраняется влажность. Она поддерживается на более высоком уровне. Фрукты хранятся, но дольше не высыхают. Плюс некоторые полки, они вот с такой вот системой легкого выдвижения. То есть вы можете выдвинуть полку и взять что-то, что стоит где-то подальше. Не тянуться вот так вот. Этот момент облегчает использование холодильника. Что касается морозилки, ну здесь классика жанра. Все, что нужно для того, чтобы длительно хранить довольно большое количество продуктов, здесь есть. Вот это все легко вынимается и, в общем, обратно тоже устанавливается. Напомню, здесь ноу-фрост, никакой ручной разморозки. Что касается этой модели Bosch. Здесь вот есть такие удобные фишечки. Вот за это я люблю немцев. Ну вот смотрите, этот контейнер для хранения разных мелочей. Он вот так вот крепится на полку и может быть перемещен и закреплен на любой из полок. То есть там, где вам это удобно. То же самое на дверце. Есть вот такой вот съемный контейнер. Он может еще и передвигаться для различных мелочей. Там лекарства можно хранить. Освещение светодиодное. Здесь есть специальный контейнер. Называется он Vita Fresh. И в нем тоже регулируется уровень влажности. Вот таким образом, от минимальной до максимальной. В этом контейнере наиболее логично хранить различные фрукты, овощи, зелень. Здесь есть специальный разделитель пространства. Но это тоже такие маленькие, но удобства в этом холодильнике. И в том числе, благодаря им он и попал в наш топ. Несколько выдвижных боксов для хранения самых разных продуктов. Ну, морозилка классическая, но удобная тем, что вот эти боксы, они разного объема. И легко вынимаются и устанавливаются обратно. Морозилка, кстати, здесь ручное размораживание. Не ноу-фрост. Так что, ну, иногда, раз в полгода, примерно, в зависимости от интенсивности использования, вам нужно будет ее размораживать. Недорогие, но крутые современные холодильники существуют. Что значит современные и крутые? Это те, с которыми удобно, в которых долго хранятся продукты, и которые не разорят вас счетами за электричество. Мы нашли целых пять таких в сети магазинов М-Видео. Подробный обзор на канале о домашней технике «Тостер» проходите по ссылке. М-Видео. На мне все равно.